На Николаевском заводе в конце 19 века в окрестностях Братска производили пароходы и винтовые катера. От одного из кораблей сохранились якорь и колокол. Железную руду на берегу реки Долоновка обнаружил крестьянин Герасим Попов, чем на полвека обеспечил крестьян Сибири дешёвой домашней утварью. Не говоря уже о том, что в конце 18 века железо было основным материалом при строительстве железных дорог и мостов. Им завод снабжал золотые прииски, солеваренные и винокуренные заводы. То, что они работали достаточно профессионально, говорит о том, что награды были. Награды на различных выставках. Здесь вот показаны выставки, например, в Иркутске, в Париже. Это московская промышленная выставка. Везде медали золотые, серебряные за качество изделий. Завод даже получил право ставить государственный герб на свою продукцию. В те времена это была высшая оценка профессионализма. Это вафельница с гербом из села Червянка Чунского района. Чайники, печные заслоны, утюги, гвозди, экипажные оси, наковальни, пепельницы и подсвечники. На многих предметах сохранилось клеймо Николаевского завода. Всё, что дошло до наших дней, заслуга специалистов и горожан. Одни экспонаты из частных семейных коллекций, другие привезли из экспедиции сотрудники музея. Основная же задача выставки, отмечают её устроители, не просто показать судьбу завода, а через неё проследить историю всего братска. Туяна Немаева, Анастасия Михайлова, Александр Морозков. Новости сейчас.